МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот материал отправил и президенту, и Совету безопасности, министрам, губернаторам и законодателям. Предлагал, чтобы мы немедленно рассмотрели возможность формирования нового бюджета, бюджета развития в 25 триллионов, который позволит выполнить президентское послание и выйти на мировые темпы развития. Единой России покивало, но, тем не менее, решение не было принято. Сейчас посмотрел наши финансовые возможности, они как никогда высокие. Золотовалютные резервы и фонд национального благосостояния, и цена на баррель нефти, все позволяет нам сформировать такой бюджет. Поэтому в данном сезоне мы, прежде всего, начнем с наших предложений немедленно провести представительную встречу всех регионов Российской Федерации, губернаторов, законодателей и в стенах Государственной Думы обсудить эту проблему. Мы ее намечали на 16 сентября, но вчера стало ясно в Совете Думы, что правительство к этому не готово. Мы настаиваем на немедленном осуждении этой проблемы, в противном случае нам принесут пустой бюджет, который и дальше будет продолжать обирать население и обеспечивать стагнацию нашей экономии. Только что завершились выборы. Выборы прошли практически во всех субъектах Российской Федерации. Наша партия удвоила, утроила свои результаты. Мы прекрасно выступили в Москве, где 13 одномандатников доказали и показали, что наша программа, наши предложения, наши социальные обязательства поддерживаются москвичами. Мы удвоили, утроили свои результаты на местных выборах. И считаем, что партия укоренилась во всех районах и городах, а в ряде мест получили просто прекрасный результат. Нам удалось доказать, что наш руководитель Локоть, который возглавляет третий по численной стране город, Новосибирск, это культурная, научная и экономическая столица Сибири, блестяще отработал последнюю пятилетку. За него проголосовало более 50%. Его семь приоритетов стали образцом экономического и социального развития крупного региона. И наша программа, Академгородок номер 2, уверен, будет востребована. Она поддержана и президентом страны. Надеемся, что и Дума, и правительство должным образом отреагируют. Нам удалось справиться с ситуацией, которая сложилась после массового наводнения в Иркутской области. Из 18 школ, которые были затоплены, 15 первого сентября были в хорошем состоянии. Поездка президента в Тулун и демонстрации той школы, которая на метр была в воде, произвела на него сильные впечатления. Более того, 149 объектов, которые мы взяли на контроль, восстанавливаются довольно высокими темпами. Сейчас наша задача полностью реализовать программу обеспечения жильем. И мы, уверен, с этой программой справимся. Для нас очень важно было поддержать детей. Я считаю, что в новом сезоне, в ближайшие дни, мы внесем снова закон о детях войны. Идти к 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, недостойно имея пенсии для детей войны в деревне 7-9 тысяч, в городе 12-14. Это полный позор. Потребует всего 140 миллиардов. Мы считаем, что задача абсолютно решаема. Профицит бюджета уже составил более 2 триллионов. Вместо того, чтобы вложить в социалку поддержать детей войны, поддержать наш закон о бесплатном горячем питании стакана молока, поддержать нашу программу защиты многодетных семей, поддержки молодых семей, вместо этого 7 рублей из 10 опять отправили за кордон в банки тех, кто на них накладывает санкции. Я считаю, что это абсолютно бездарная социально-экономическая политика. В целом, страна продолжает корчиться в муках системного кризиса. Чтобы его преодолеть, и нужны соответствующие системные меры. Я хочу, чтобы и президент, и Совет Безопасности, и правительство обратили на следующее внимание. Там, где мы вкладывали ресурсы и, как следует, и поддерживали экономику и социальную сферу, там есть реальный подвиж. Деревню немножко добавили, проконтролировали, чтобы не завозили много иностранной продукции. И деревня, в том числе и поля, стали прибавлять. То есть сюда надо вкладывать наша программа. Программа устойчивого развития села предусматривает на ближайшую пятилетку вложение 2,3 трлн рублей. 200 млрд нужны на следующий год. Мы будем бороться за то, чтобы деревня получила эти средства и в целом социально обустроилась наша провинция. Сейчас МДС вдули до 20%. Обещали, что получат дополнительно 620 млрд. Ничего толком не получили. Цены выросли на 10%. Мы настаиваем на том, чтобы вообще отменить этот налог. И если власть не готова сразу принять это решение, 40% этих средств направить на поддержку регионов. Регионы все закредитованы, да нельзя. А что касается населения, 64% граждан имеют кредиты и половину не в состоянии их уже платить. Это крайне опасная ситуация. Если вспомнить 2008 год, всемирный экономический кризис начинался с кризиса прежде всего кредитных крупных фондов, которые были в Соединенных Штатах Америки. В целом наша задача поддержать максимально молодежь. Начался новый учебный год. Вы видели целый ряд акций, в которых активно принимало участие молодежь. Отсутствие воспитательного процесса, заботы о молодежи, бесплатного образования, бесплатных спортивных секций, вне классной работы приводит к тому, что молодежь не занята должным делом и не воспитывается соответствующим образом. Каждый второй, кто окончил с красным дипломом в этом году, еще ходит без работы, не может найти работу по профессии, что является полным безобразием. Мы подготовили программу поддержки детей из малообеспеченных семей. Программу поддержки Донбасса отправили недавно. В 80-й конвой уже приняли в этом году более тысячи детей из Донбасса. Подготовили программу помощи талантливым детям из малообеспеченных семей. Этот конкурс прошел во всех субъектах. И в сентябре вас приглашаем на заключительный галлоконцерт и подведение итогов этого смотра конкурса. В целом у нас довольно созидательная конкретная программа, которая направлена на то, чтобы страна действительно вошла в пятерку наиболее развитых, чтобы мы действительно победили и одолели бедность. Уже завтра, если разумно использовать наши финансы, прожиточный минимум можно довести до 25 тысяч рублей. Мы все сделаем для того, чтобы была стабильная обстановка в стране. К сожалению, прошедшие выборы еще раз показали партия власти не готова к диалогу. Они внесли 119 поправок в этот закон, из уродов закона о выборах полностью, и 2 тысячи на местах, подстраивая свой административный лом и свой произвол. Но я уверен, что согласованные действия всех государственно-патриотических сил остановят этот разрушительный процесс. Не случайно мы были инициаторами создания комиссии по расследованию иностранного вмешательства, потому что когда местные либералы организуют реванш, душа страну безденежья и разоряя экономику, а внешние силы раздувают пожар урочных массовых беспорядков, то это всегда опасно для любой страны. Тем более наша страна в 90-е годы прошла через это, а нам повторять эту практику не следует.